Фонд редкой книги Исторического музея Сочи богат разнообразными изданиями, а собраны они в разные годы. Самые ранние датируются 1795 годом. Книги того времени это в основном сборники вопросов и ответов для православных людей. Спустя сто лет появляется историческая литература. Вот, например, первый том живописной России. Это очень красочный переплет, позолота, тиснение используется. И эта книга характерна тем, что она рассказывает об истории России и разных ее регионов. Многотомное иллюстрированное издание большого формата первым в России начал печатать маврикий Оиспович Вольф в 1881 году. Для музея такие редкие книги – это важный источник информации. И по этим вышивкам на сохранившейся одежде того времени можно судить об уровне образованности. В начале 19 века распространяется деятельность церковно-приходских школ. Соответственно, повышается грамотность населения. И вот даже на таких рушниках вышиваются инициалы. Здесь две буквы М, Р и указан год – 1885. 24 мая церковь вспоминает о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, которые, будучи православными монахами, создали славянскую азбуку. Новый алфавит получил название «Кириллица» по имени одному из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в образовании славянских народов старший брат Мефодии. На иконах, которые хранятся в Музее истории города Сочи, надписи сделаны «Кириллицей». Мы видим лик Николая в облачении. И в левой руке он держит Евангелие. По традиции, также мы видим изображение Бога Матери слева и справа изображение Иисуса Христа. И считалось, что Иисус Христос благословил Николая Мерликийского на проповедование и распространение Библии и канонов церкви православной. Есть в фонде редкой книги необычные рукописные экземпляры. Это дар жительницы Сочи Елены Коломийцевой. Книга «Грибоедово горе от ума» по сути сатира на аристократическое московское общество, «Переписано от руки» 1875 год. Такая литература не приветствовалась властями, и рукописные варианты расходились по рукам. Вообще фонд редкой книги насчитывает 2500 экземпляров. До сих пор сочинцы находят в своих семейных архивах уникальные книги и приносят в музей. Елена Овсец, Борис Осин, телекомпания ФКТ.